Тротина городских автобусов Могилёва обсталявана специальными пандусами для людей с обмежаванными махчимостями. А в новом подземном переходе на Пушкинском проспекте установили специальный лифт для колясочников. Як крочить Могилёв по шляху до безбарьерного сяродзя у наших корреспондентов? Галина Коксина с дзятинства на инвалидной колясце живе у доме ветеранов. Благодаря тому, что в рейсовых автобусах зарабили специальные пандусы, она смогла ездить на працу в центр города. У семь кодзин ранецы, завычайно, закатить коляску, допомогая водитель. Водители в основном, видя меня, выходят и отлаживают пандус. Если есть там пандус, если нет пандуса, значит они подъезжают ближе, я людей прошу, они помогают грузиться. До речи, все водители первого автопарка Могилёва прошли специальную учебу. И они повинны уметь допомогать людям с обмежеванными махчимостями корыстаться громадским транспортом. В ближайшее время тоже планируется закупка именно таких автобусов с оборудованием вот этими пандусами. Даже, даже последние вот большие, особо большой вместимости автобусы, это марки МАЗ-215, гармошка так называемая, они уже оборудованы вот этими пандусами. Основные проблемы для руху по городу на инвалидных колясках – высокие бордюры. На тех улицах, где зарабили реконструкцию, их уже нема, и рухаться стало легче, отзначают инвалиды-колясочники. А вот подземные пироходы – серьезная пирожкода для человека на колясце. На початку листопада открылся подземный пешеходный пироход разом с мостом по Пушкинским проспекте. Сбоку улицы Чалюскинцу уже установили специальный лифт. Который наш лифтовый завод предусмотрел размеры коляски и с этих условий разработал лифтовые механизмы. По словах будовников, новый пироход полностью отповедая концепции безбарьерного осяродзя. Худка оценку этому смогут дать сами колясочники. Застается, как усе грамадяне ащадно ставилися до каждого обсталявания. Ганна Лапо, Виталь Аляксеенко, Новины Регион.